так пришло время уделить внимание дубам этот бы вроде бы как бы вечно зеленый короче дуб дуб корнелиуса мюллера корнелиус мюллер вот он был прошлом году вот такого размера в этом году из-за оттепели этой пресловутой отмерз стал вот такого размера это вот молодой прирост так один есть так еще один это палмера дуб но он совсем печальным в общем очень плохо вот у него там маленькая почка проснулась но вот она зелененькая но кажется он в эту зиму откинется пол мира а было таким дальше японский дуб вечно зеленый сильно побила его морозом это это еще хороший экземпляр там сейчас покажу попозже вот морозобойна и на этой ветке тоже морозобойна большая но он вроде живой конечно но эта ветка если может я его поливать может она затянется но если не затянется то ему хана то есть этот ствол точно отмерзнет отбил конечно но это первый год в открытом грунте не знаю можно как-то попривыкнет а вот второй тоже тоже вроде как живая ветка даже лист дал но у нее тоже сильная морозобойна в принципе тут с этой солнечной стороны надо его наверное ну короче это вот теперь вот вот такое что-то дуб барбариса листный ваш пейму по барабану он правда он спросил листья стал листопадным ну вот по новой отрастил полить его он еще один прирост даст так что этот вообще прям устойчивые у него не не морозобой ничего не наблюдается неплохо себя чувствует ну есть еще это не совсем дуб это дуба каштан вылетела из головы как называется надо вспомнить не могу вспомнить вылетела из башки вообще в общем напишу вот у него но что-то сильно страдает его высадил еще на этот на солнце на открыто он вроде бы морозобой нет ничего такого но так слабо хотя вот там внизу внизу не то там поврежден ствол всем ниже это слабые прирост и хотя прирост и есть уже радует молодые от прирост этого года прирост но прошлом году он прирост в открытом грунте вот высадил сколько тут сантиметров 7 где-то 8 не торопиться ну теперь не знаю это стоит вообще это показывать ну короче это дубы совсем теплолюбивые это какой-то желтый наверно они под укрытием были пленкой их укрывал без обогрева без ничего вот они они в таком состоянии это вот тоже они потом это вот тоже они это дуб да а вот он длинно желуди вы но я не знаю так они соответствуют не соответствует видовое название ну в общем они под пленкой нормально перезимовали вот там где пленки касалась там обмерзло конечно листья не потеряли ничего все ништяк не хорошо это вот тоже какой-то такой а лето сизый сизый да ну да вот сизый это дуб сизый это тоже дуб сизый или не сизый ну похож по крайней мере на сизый вот и точно сизый 1 2 это вот такой который более который вроде бы как бы 7 зона вот они еще вот вот тоже все под укрытием зимовали это вот буровато-желтый такие приросты прям красные вот они это самый крупный из всех хорошо выглядит не перезимовала ну то есть хотел сказать не перезимовали перезимовали вон отлично под укрытием под пленкой так есть еще позвание он позвание вот она вот одна и 2 2 немножко какая-то больновато но он тоже прирастает ну не так хорошо как это в принципе выглядит неплохо тоже они все под этим под укрытием под пленкой под пленочным укрытием без обогрева так еще один это дуб каменный он на улице растет вот у него как повредили с листья но в принципе живой с верхней почки выдал такой прирост но это он еще будет расти долго должен хорошо подрасти ничего не морозобоин ничего нет у него вот ствол поливать будет красавчик так ну и еще один вот дуб тоже каменный чуть подмерз чуть-чуть но он здесь в таком затяжке короче видимо хорошо прогрелся листья вот старые немного другие листья они чуть уже но это потому что он на солнце прямо их но так нормально тоже без морозобоин без ничего все отлично чувствует себя еще один есть в Ивановской но до Ивановской ехать не то чтобы далеко но лень пока что ограничимся этим потом про Ивановскую и про Ивановский дуб будет отдельный видос в Ивановской ехать